Английские геологи, изучив тысячи образцов камней, нашли подсказку к решению величайшей головоломки европейской цивилизации Стоунхенджа. Впрочем, чтобы открыть каменные ворота до исторической тайны, понадобится не один ключ, а целая связка. Антон Вольский подробнее. Существуют две теории происхождения Стоунхенджа. Согласно одной, в долину камни были принесены ледником, и уже позже местные жители сложили из них эту конструкцию. По другой, люди сами вырубили и доставили сюда эти глыбы. Впервые мы можем точно указать место, откуда были взяты камни. Мы нашли источник. Это пока не доказывает ни одной из теорий, но по меньшей мере теперь мы знаем, где искать доказательства. Два британских ученых проделали колоссальную работу, изучив более шести тысяч образцов камней. Результат потрясает. Мы вырезаем очень тонкую пластинку и полируем ее как зеркало. Это дает нам возможность изучать камень не только на просвет, но и на отраженном свете. В итоге, в трехстах километрах от Стоунхенджа была найдена скала, откуда, как уверены геологи, и взяты камни. Гора совсем небольшая, всего 70 метров в длину. Впрочем, вероятно, до начала строительства она была больше. Древние застройщики извели ее на свои проекты. Смотрите, очень необычный камень. Некоторые археологи утверждают, что он был выбран для строительства Стоунхенджа, потому что похож на звездное небо. Геологи утверждают, что их данные верны на 99%. Теперь дело за археологами. Уже летом в указанных местах должны начаться раскопки. Шансы найти следы вырубки камней или даже древние инструменты высоки, как никогда. Мы стоим на пороге исторических открытий. Тайна Стоунхенджа может быть разгадана. Хотя, очевидно, мы еще в самом начале пути. В ближайшее время может быть пересмотрена вся наука о происхождении Стоунхенджа, главного доисторического памятника не только Великобритании, но и всей современной цивилизации. Но даже если удастся доказать, что камни для строительства Стоунхенджа действительно были взяты именно отсюда, все равно в истории этого самого загадочного строения остается больше вопросов, чем ответов. Ведь отсюда до Стоунхенджа около 300 километров. И как глыбы весом до 50 тонн были доставлены туда? Это так и остается без объяснений. Антон Вольский, Максим Катаев, телекомпания НТВ, Стоунхендж.